Сейчас я показываю элементы массажа, направленные на разработку мышц нижней челюсти. Дело всё в том, что единственный подвижный сустав на лицевой части черепа – это нижнечелюстной сустав. Вот наловка нижней челюсти, вот она. И бывают ситуации, которые по каким-то причинам либо недоразвит сам сустав, либо мышцы, которые этот сустав удерживают, они развиты плохо. Поэтому дефекты речи, особенно это касается произношения согласных звуков, потому что согласные звуки произносятся благодаря работе мышц мимических и жевательных. То есть это язык, это щёки, это мышцы, окружающие рот. Вот работа этих мышц позволяет произносить согласные звуки. Иногда, вот допустим, как в данном случае, эти мышцы и этот сустав недостаточно развиты. Причины мы сейчас не разбираем, они могут быть разные, не в этом дело. Дело в том, что наша задача – их восстановить, их расслабить, их привести в порядок. И это даст возможность произносить звуки. Другое дело, что сама работа этих мышц, она должна быть осуществлена уже родителями, логопедами, для того, чтобы ребёнок мог повторять. Потому что произношение согласных звуков – это всегда повторение. Итак, значит, мы работаем. Можно начинать с одной стороны, можно начинать с другой стороны. Здесь будут элементы как массажа классического, так и элементы такой методики, которая называется кинезиология. То есть работа непосредственно с мышцами, с растяжкой, с их структурой, дабы осуществить стремление к полноценной их работе. Итак, мы начинаем с лёгких поглаживающих движений мышц, которые идут. Можно чуть-чуть крема, можно чуть-чуть масла, чтобы руки скользили. Если не будет, это уже мы в домашних условиях делаем. Дальше мы осуществляем лёгкое разминание. Вот это элементы классического массажа. Мы работаем с мышцами, не забывая, что они начинаются чаще всего от височной кости. Вот отсюда, казалось бы, да, где челюсть, где височная кость. Но, тем не менее, они идут вот отсюда. И мы всегда работаем по ходу движения этих мышц, по тому, как они работают. Вот мышцы рта, окружность рта, да. На самом деле, несмотря на то, что Олег анморщится, это ощущения безболезненные. Они достаточно приятные, они смягчают и они согревают мышцы. Поэтому, может быть, немножко непривычно отсюда и такая реакция. Кстати, то, что он делает, идёт только на пользу, потому что мимика лица – это тоже своего рода работа мышцы. Значит, мы осуществляем вот такие движения. Да, вы видите, что делается. Вот, поглаживающее движение. Дальше, посмотрите, мы занимаемся моментами укрепления мышц. Мышцы вот, вот такие движения мы работаем непосредственно. Вот головка нижнечелюстного сустава, вот она. Поэтому мы работаем с ней уже чуть-чуть непосредственно, да. Теперь мы будем чередовать работу методики, которая называется приёмы, которая называется приём кинезиологии. Посмотрите, уходит, да. Одна рука идёт, они устроены на растяжке, то есть создаётся рычаг. Одна рука уходит в эту сторону, нижняя челюсть уходит в другую сторону. Вот, ещё раз. Понятно, да? Дальше, в другую сторону. Эту я держу сюда, эта уходит сюда. Причём голова не к этому нему никакого отношения, лучше, чтобы она не крутилась. Уходит только нижняя челюсть, да. Теперь потом смотрите, вот я делаю движение, это я делаю с усилием. Вот даже рот открывается, да. Теперь посмотрите момент какой. Вот этот сустав уходит вверх, это уходит вниз. Сейчас на несколько секунд я замираю, уходим обратно. Это уходит, вот я нахожу головку, я её тяну вверх, это тянется вниз. Да, может быть, если спазмировано, где-то у Алихана нет, но может быть ситуация, кто-то будет повторять, может быть, немножко болезненно за счёт напряжения спазма мышц, да. Дальше мы делаем противоход. Одна сторона, опять же, от сустава уходит вниз, другая уходит вверх. Вот, я показываю. И наоборот, вот это уходит вниз, смотрите, да, вот это уходит вверх. Голова при этом лежит ровно, достаточно комфортно. Опять мы уходим на массаж, который является вариантом классического массажа. То есть расслабление, да, мы работаем. Вот дальше, посмотрите, нужно начать на работу на открытом роте. Причём он закрывает, я открываю, да, неприятно, но эффективно. Опять я, вот, на самом нижнем ущелье, да, оказывается давление. Но здесь очень важно, чтобы давление было равномерным. Не перекрашивая, чтобы и здесь, и здесь мышцы напрягались одинаково. Если я давлю равномерно, он пытается закрыть тоже равномерно. И вот тогда эти мышцы, они подключаются вместе. Значит, ещё раз повторяю, вы начинаете с классического движения согревания, да, просто сейчас как вариант демонстрационный. Значит, да, дальше вы начинаете уже активно работать с мышцами, да, дальше вы начинаете варианты растяжки. И в перерыве опять поглаживания. Здесь можно работать с маслами и с кремами, которые согревают, которые расслабляют. Допустим, если мы говорим о кремах, это может быть крема, содержащая, скажем, травы, такие как ментол, как камфора. Они очень хорошо согревают, но поверхность должна быть гладкой, не должно быть ссадинок, трещинок, будет щипать очень сильно. Вот. Или это может быть масло, масло хорошо, масло чайного дерева использовать в массаже, непосредственно с массажем. Масло мяты можно использовать, можно использовать арнику, очень хорошее масло в данном случае. Оно и согревает, и работает непосредственно с мышцами. Вот такие упражнения, такие движения можно, комплекс, да, скажем, да, можно делать ежедневно, раз в день. И делать, в принципе, достаточно долго. Плюс к этому вы подключаете упражнения, которые помогают ему формировать именно произношение согласных звуков, то есть копирование. Знаешь, здесь очень важно, чтобы он повторял. Вот когда он смотрит, и вы говорите медленно, чтобы он повторял тоже медленно. Причем, вот интересно, учитывая его музыкальное такое направление, вы можете, скажем так, насколько говорить, сколько петь на речитативе. Ему будет легче, когда вы начинаете, ну, вот такой, знаете, да, речитатив, понятно, да, вот такая, ну, скажем, растянутая немножечко речь. Вот, и желательно, чтобы он так же повторял, потому что если он будет повторять медленно, спокойно, он, его мышцы, они сформируются более четко и более быстро. Да, понятно, вот это вот нужно делать. Плюс, мы с вами говорили о языке, этот вопрос тоже нужно отрегулировать. И желательно не оставлять сухость. Вот эта сухость, это можно смазывать маслом, содержащим витамина. Кстати, сейчас я интересную вещь скажу. Очень неплохой эффект даст смазывание слизистой рта и губ маслом конопли, конопляное масло. Оно есть, оно свободно, оно обладает очень большим содержанием витамина А, именно в хорошей форме, которая легко усваивается. Поэтому вот эта сухость уйдет. Это своего рода недостаток витамина А. И это тоже мешает вот эти трещинки, эта сухость, она не дает полноценно раскрывать, она стягивает. Поэтому это тоже нужно убирать. То есть вот этот комплекс, он даст вам возможность максимально быстро наладить его речь, постепенно. Спасибо. Всё. Спасибо.